В Люберецком округе заработал целый ряд промышленных предприятий и строительных компаний, автосервисы, шиномонтажи, мойки, магазины, торгующие автозапчастями, а также возобновилась деятельность на объектах ЖКХ. Глава округа провел онлайн-совещание с представителями бизнес-сообщества, торговых организаций и строительной отрасли. Возобновлена деятельность почти полутора тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это предприятие промышленной отрасли и строительства. Продолжают свою работу 13 крупных организаций промышленности и науки. Общее количество занятых сегодня – более 27 тысяч сотрудников. Мы в этом году сдаем целый ряд объектов социальных, как бюджетных, так и коммерческих. Мы не должны завалить жилье и не кладить обманку дочкам. Есть проблемы. Мы могли вовремя как-то на них реагировать, подключали области. Ситуация как бы у нас в нормальном русле. Бюджетную стройку мы запустили. Хотелось, чтобы все-таки уделили должное внимание своим сотрудникам и наладили данную работу. Как бы мы со стороны строительства готовы помочь во всей ситуации. Сотрудникам организации приходится привыкать к новым правилам работы. Трудиться можно строго с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. Так возобновили свою деятельность автосервисы, мойки магазина по реализации автозапчастей, шиномонтажи. Со следующей недели смогут открыться магазины строительных материалов и МФЦ. Магазины не производят товары, объекты по оказанию бытовых услуг населению, строительные рынки, объекты, реализующие товары для сада. Здесь написания закрыты и работают в инвестиционном формате. По словам Владимира Ружицкого, задача властей сейчас – оказать максимальную помощь предпринимателям. Для наиболее пострадавших отраслей предусмотрели специальные меры поддержки, с которыми можно ознакомиться на инвестиционном портале. Для взаимодействия с предпринимателями также работает горячая линия.